добрый день любителям музыки а наверное добрый вечер любителям музыки все что связано с музыкой аппаратура вот виниловые диски компакт диски просто разговора о музыке ну вот сегодняшний у нас разговор пойдет новинках музыкальных новинках музыкальных изданиях виде компакт дисков и виниловых пластинок и сразу забегу вперед у нас сегодня такой джазовый вечер сугубо скажем так вот эрик трюфас здесь он работает квартете альбом ltmp для revolution вот если не ошибаюсь по моему у нас до 12 год лейбл парлофон весьма интересный музыкант для меня он частично знаком с некоторыми скажем так его вещами я был знаком и ранее но не скажу что он меня в полной мере содержится аудиотеке этот фирменный диск равен работ первым почему вот этот альбом вот для меня лично как-то приемлем более спокойный все-таки джаз такой знаете без особых экспериментов и в этом альбоме он как раз тут мне нравится но экспериментатором еще тот то есть его как бы говоря рик трюфаза его шторит начиная буквально от рок-н-ролла все это естественно с джазом окрасом вот рок-н-ролла и до попсы и до нью-джаза и до фьюзер джаза и куда угодно вот такой скажем так довольно таки классический альбом в моем представлении вот я рекомендую очень хороший для ознакомления можно начать с этого потому что если что-то вам хочется посложнее то милости просим другим его работам вот нам и продолжим джазовый вечер это марк кляйн сейчас я хочу сказать что для меня сегодня из всего того что я покажу расскажу более менее знакомый скажем музыкант исполнитель это вот эрик трюфаз а марк лей это для меня скажем так новинка ну я знаю про него что это такой интересный пианист израильского происхождения достаточно еще молодой ему по моему неполных 50 лет вот это опять же фирменное издание это орден мюзик вот мы видим тут фортепиано это марк лейн вот здравийское происхождение но он проживает если не ошибаюсь помог германии выступает на различных джазовых фестивалях как бы личностью достаточно известная вот но не на слуху и на слуху давайте пойдем дальше дальше у нас пойдет уже скажем так вот такие большие большие такие пластинки ваниловая вот как мы видим это ей 7 достаточно серьезный аудиофизики джазовый лейбл я бы даже отметил в паре с еще одним немецким джазовым лейблом акт его можно смело назвать камер на джазовая потому что вот сегодняшнее издание наверное как раз к этому разделу это вид же айр альбом от унеси наверное так унеси вот не буду врать как он точно называться это тоже для меня скажем так впервой это двойное издание вот тоже фортепиано как бы на первых рядах вот у нас понятно уже да вот линда моих двойный бас неизвестный для меня личности сразу скажу да ну но чем-то вот да чем-то он схож вот новая работа я наверно к сожалению сегодня не приобрел ее это василевский из такой исполнитель если не ошибаюсь он поляк наверно свежий альбом крас этого года вот и в общем то по моем он выпущен либо на 7 либо на акте не буду рай да но очень схожие очень схожие по специфике по восприятию музыкальному но я пока воздержался и тем более что все-таки предпочтение даю покупки виниловых изданий а его не было на виниле это я право василевского ну и в общем то может быть впоследствии будет я приобрету вот ознакомимся еще одно у нас тоже виниловое издание это же от выбило ги 7 это ануар рахин так вот выглядит диск тут походу какая-то арабская вязь это у нас двойное также издание тоже для меня соответственно таким боком не знакомо кроме какой каких отдельных тут исполнители ну вот дэйв холланд это басис да для меня известен а в целом для меня это новинка и очень он мне понравился потому что я ознакомился предварительно послушав вот этого дядечку это северо-африканский исполнитель тунисского происхождения здесь естественно вот мы услышим скажем так традиционные национальный колорит в музыке то есть что-то такое да вот арабская чей-то джаз вот он гитарист кстати говоря джазовый вот ну и скажем так национальная черта в подаче музыки здесь конечно будет присутствовать ничуть не портит издание это здорово мы привыкли каким-то там американским джазменом европейским в конце концов даже японским ну а что собственно говоря японский разгон достаточно серьезно известный миру вот а вот теперь он был служить пожалуйста и еще и арабских джазменов вот пожалуй все же лишь обзор закончен в общем-то не так и много но зато какое да вот и 7 это вещь конечно же уже коллекционные вещи поймите сегодня я был магазине муза и могу осмелиться заявить вот это вот два диска это вся квота на сегодняшний день то вот именно по этим изданиям именно вот две пластинки было привезено две пластинки я забрал извините дорогие аудиофилы которым не досталось я просто успеваю тем не менее это о чем-то говорит да что это достаточно не распространенный лейбл скажем так во первых он будем осмелиться сказать он независимый лейбл поэтому хотя безусловно под кем-то ходит я не думаю что них крупные тиражи издания ты довольно таки узко узкий профиль вот не каждый слушает такую музыку и общем-то довольно большой риск выпускать такими массовыми тиражами да вот могут просто не раскупить поэтому любая еще любое что я приобретение от такого бренда лейбла как и 7 react или blue note это считайте что у вас огромное достояние вашей коллекции вот я не знаю вот здесь такой момент человек скажем вот ануар абрахем все-таки видите записывался нью-йоркской студии аватар студия но почему-то вот и издается на и 7 здесь мне непонятно вот а вот с предыдущим скажем так вот виниловым изданием я хотел обратить внимание вот на эти вот такие скромненькие циферки и буковки это вот как у блюнота номер номер номерное скажем так такой артикул он говорить который присвоен данной записи обычно вот в блюнота это использовался как номер тейп то есть ленты магнитные ленты с которые уже производились производился винил вот речь о том что люди с великой вероятностью все-таки относится своей работе достаточно серьезно раз производят рекординг запись да и мастеринг на ленте как это делать старые добрые времена вот так ну и пожалуй на сегодня все у нас будут скоро будут новые поступления много очень анонсируется релизов различные не только джазовой области то есть это вот отголоски по пандемии то есть она скажем так заканчивается вот на западе она как-то вот так раз и поехала да то есть поехали релизы которые были придержаны по сути может быть даже уже были готовы но вот но на сегодняшний день ожидается много интересных вещей это будет что-то конец ноября и начало ноября вот все благодарю за внимание до свидания